Приветствую вас. Я думаю, что то, что вы описываете, можно назвать синдромом завышенных ожиданий. И, как мне кажется, моя проблема в том, что у вас были просто завышенные ожидания по отношению к себе. Вот, завышенные не просто даже ожидания по отношению к себе. Я бы сказал, что дело даже не в завышенных ожиданиях, а в искаженных представлениях о себе. То есть вы, вот, были как-то настроены на успех и хотели быть вровень с другими. Вот, по сути вы занимались тем, что вам нравится, но только ради успеха, как мне видится, а не ради самого дела. Понимаете? Вот. И когда у вас что-то не получилось, а это нормально. Это нормально, то, что что-то не получается, потому что, ну, в жизни далеко не все вещи получаются, так мы хотим. Вот, значит, то, вот, именно, как бы у вас начались вот такие проблемы. В том смысле, что, вот, вы, по сути, начали себя обесценивать. Именно потому что всегда нравились преподавателям, и вам говорили, что вы добьетесь успеха. Хотя никто этого, наверняка, значит, не мог, не мог, потому что это, ну, как бы, нереально. Вот. Понимаете? Так что, в первую очередь, вам можно и нужно работать со своими ожиданиями, которые у вас, ну, которые у вас есть. То есть, это именно, вот, ваши ожидания, чего вы хотите. Потому что я уверен, что речь сейчас уже идет не о том, что вы хотели заниматься именно пением. Потому что, если бы вы хотели заниматься вот именно пением, то, ну, мне кажется, что в этом случае вы нашли бы способ, как им заниматься, пусть даже не профессионально, но, на крайней мере, подрабатывать. Или даже, кажется, свои хобби. Вот. Дело здесь, на мой взгляд, заключается именно именно в неоправданных ожиданиях ваших, в неоправданных ожиданиях вашей мамы, которая, судя по всему, ну, хотела, чтобы вы, ну, вот, столько, ну, столько определенной были, то есть, чтобы вы именно реализовались. Вот хотела ваша мама именно это, и вы теперь чувствуете свою вину перед ней. Вот. Вот с этим и нужно работать. На нас, по сути, давят все вот эти ожидания, в том числе и свои, явно оторванные от реальности, и явно не имеющие ничего общего с реальным миром, по сути. Вот. Поэтому я думаю, что, так вот, что касается терапии, то вам совершенно необязательно платить, например, 3000, как вы говорите, за, значит, ну, за прием, да, у психотерапевта. Вот. Вам совершенно необязательно это делать. Например, на сайте можно, ну, гораздо дешевле найти себе специалиста, да. То есть, у нас есть люди, которые работают, там, и за 500 рублей за полчаса, да, и, соответственно, и даже, наверное, тех, кто меньше, тех, кто меньше. Вот. То есть, тут уже на сайте гораздо больше разброс по ценам, можно подобрать себе выгодную. Вот. Вообще, на, как бы, онлайн консультироваться гораздо быстрее, в том смысле, что вы не платите, там, огромные деньги, не переплачиваете огромные деньги за, там, кабинет и так далее. Вот. Что касается депрессии, то здесь, опять же, очень важно определить, что вы не являетесь врачом. Вот. И, соответственно, вы не можете диагностировать сами у себя депрессию, только если у вас нет диагноза. Поэтому в данном случае мне представляется очень важным, чтобы вы либо опровергли, либо подтвердили наличие у вас этого самого диагноза, да. То есть, чтобы вот у вас прямо было, ну, было на руках вот это, что у вас депрессия. В таком случае, если у вас действительно депрессия, вам назначат лечение. Вот. И это лечение, оно вам уже, соответственно, как бы, ну, поможет, в том числе и психотерапию. Вот. Только тут будет, ну, тут будет не только психотерапия, да, но еще и медикаментозная. Вот. Для этого, кстати, можно просто проконсультироваться не у психотерапевта, да, ну, по крайней мере, для психотерапии, а у психиатра, либо клинического психолога, то есть, того, кто именно вот медицинским образованием обладает. Вот. И, соответственно, вы сможете уже тогда определить, а вот так, знаете, так получается просто, что вы сами себе диагноз поставили, вот, ну, ничего хорошего из этого не получится. Вот. Ну и все, дальше работать. Сначала работать с ожиданиями, как я уже сказал, с тем, что вам действительно важно. Вот. Очень часто люди выясняют, что на самом деле, что на самом деле, то, чем они занимались всю жизнь, это не совсем было их, а это ощущение их родителей. Вот. Извините, пожалуйста. Вот. Это все можно корректировать. В принципе. Вот. Ну, а единого какого-то решения, для этой ситуации нет, быть не может, потому что у вас своя история, и нужно работать именно с вашим опытом, именно с вашим багажом знаний и с вашими представлениями о себе и о людях. Вот. Такая вот история. Особенно странно мне видеть то, что вы пишете, к примеру, что, ну, значит, типа, значит, вас звали в академию, да, в гнистинге, но вы туда не пошли, потому что не потянули, после этого преподаватели менялись у вас очень быстро, а вы, типа, ну, а мама теперь после этого вам что-то предъявляет и говорит, типа, вот что с собой стало, и мама рыдает, а вы чувствуете себя за это виноваты. Ну, мне это кажется в некоторой степени странным. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...